Супер-яхты Это Харлинген, маленький городок на севере Нидерландов. В прошлом его близость к Северному морю делала его одним из главнейших торговых портов страны. Сегодня он больше известен производством супер-яхт. Одна из его верфей специализируется на модульной сборке. Это инновационный процесс, при котором технические, электронные и внутренние модули создаются вдали от яхты, в отдельных цехах. Концепция модульной сборки направлена на то, чтобы сделать как можно больше частей яхты отдельно от нее, что сильно повышает качество. Работа в отдельных мастерских повышает качество, и чем меньше людей на борту яхты, тем быстрее она строится. Индивидуально изготавливается только верхняя часть яхты. Все, что находится ниже палубы, стандартизировано, что позволяет начинать создание модулей одновременно с постройкой корпуса и надстроек. Это укорачивает время сборки всей яхты. Одну яхту строят сотни людей, и весь процесс занимает примерно два года. Последняя гордость этой верфи – яхта Майделл, длиной 62 метра и шириной 11, полностью сделанная по модульной технологии. Но как бы ни был эффективен метод, некоторые моменты контролировать сложно. Когда температура опускается ниже 13 градусов по Цельсию, корпус красить нельзя, а это замедляет весь процесс. Как видите, яхта полностью закрыта пластиком, что необходимо для контроля температуры и влажности. Это очень важно для покраски. Когда температура слишком низкая, нам запрещают красить корпус. Чтобы построить яхту таким способом, уйдет как минимум два с половиной года. Майделл находится в процессе производства уже 22 месяца, и до ее первого выхода в море остается еще месяцев 8. По кораблестроительным меркам это совсем небольшой период, а значит, всем придется поторопиться. Все работают без остановки. Иногда круглые сутки, если того требует клиент. Итак, вот главный холл яхты. Внизу, как видите, стоит уже готовый пол, собранный на заводе плотниками. А подготовленные стены и потолок как раз сейчас устанавливают. Когда все будет готово, владелец приедет смотреть, все ли сделано правильно. И если все хорошо, то холл разберут, упакуют и перевезут для установки на яхту. В итоге роскошный интерьер Майделла будет соответствовать всем требованиям заказчика. Здесь у нас так называемый дайверский склад. Ведь дайвинг – одно из основных хобби заказчика. Здесь будет все, что необходимо для дайвинга. Генератор сжатого воздуха, кислородные баллоны и дайверское оборудование. А с другой стороны будет спортзал, где владелец и его семья, могут заниматься спортом. Сейчас мы выходим на носовую часть палубы. По бокам – наливные гаражи. Мы готовим их для спасательных катеров, скутеров, лодок и водных мотоциклов. Такие игрушки есть на всех супер-яхтах. С ними жизнь становится куда интереснее. У тех, кто делает яхты супер-яхтами, жизнь тоже полна интересного. Леон Хаас, менеджер. Привет. Как дела? Готовим мрамор. Уже готовите мрамор? Конечно. Сами посмотрите. Вижу, окна уже поставили. Сейчас проверяем, чтобы все было герметично. И не было никаких протечек. На следующей неделе начнем класть мрамор. Ясно. Все отлично. Клиенты любят шикарные интерьеры. Но они слишком вычурные. Они должны показывать дороговизну материалов и излучать тепло. Но не быть вычурными, как я уже сказал. Крючевую роль в дизайне Мейдела играет его собственный пляжный клуб. Расположенный прямо под главной палубой, он служит связующим звеном между бассейном и каютами. Пляжный клуб – уникальный элемент, создающий огромное пространство, которое всегда можно сделать закрытым, что делает обстановку уютной, а жизнь на борту безопасной. Размер ворот в пляжный клуб – 4 на 9 метров. Они закрываются всего за одну минуту и будут установлены сегодня. Она должна быть на 10-15 сантиметров ниже. Ворота пляжного клуба весят целых 2500 килограммов. И кран должен установить их с предельной точностью. К сожалению, ничего не получается. Что, проблемы? Да, Морис. В общем, она сюда никак не входит. Работы затягиваются из-за проблем с герметизирующими ворота-вставками. В общем, размеры одной из вставок не соответствуют. Но ребята уже позвонили и заказали новые прокладки. Их доставят чуть позже. Но это не повлияет на работу по созданию яхты. Мы уже можем проводить тестирование. Но на этом проблемы не кончились. Клиент настоял на использовании очень тяжелого строительного материала. Яхте придется удерживать на плаву более 7 тонн итальянского мрамора, который мастера тщательно отбирают и нарезают, учитывая все пожелания клиента. Выдержать вес мрамора, конечно, трудная задача для такой яхты. Но мы придумали решение. Мы применяем сотовый материал. Сотовые панели из тонкого алюминия, на которые наклеен мрамор. Они весят гораздо меньше, чем полностью мраморные плиты, таких же размеров и толщины. Это облегчает конструкцию. У нас был клиент, который хотел ванну из цельного куска мрамора. Очень тяжелую, неудобную, но красивую. Далее. Мейделлу придется впервые выйти на воду, чтобы пропустить 92-метрового монстра. Когда в сухой док ставят огромную яхту, это всегда захватывающее зрелище. Супер-яхты. Супер-яхты. Сентябрь 2011 года. Мы в Монако, и сегодня первый день всемирно известной выставки яхт. Самые престижные верфи мира выставят здесь свои шедевры. А значит, яхты должны выглядеть идеально как снаружи, так и внутри. Сегодня Йен посетит первую яхту, сошедшую со стапели его верфи. Он до сих пор поддерживает связь с ее капитаном. Доброе утро, Йен. Добро пожаловать. Рад видеть. Я тоже очень рад. Торговая выставка в Монако – самое важное событие в мире мегаяхт. Есть и другие выставки, но в Монако – самое важное. У нас был очень напряженный сезон. Прошли 61 тысячу километров, и ничего? Отлично. Приятно слышать. Ну что, проведете экскурсию? Да, конечно же, идемте. Эта яхта, как и Мейделл, была построена по модульному принципу. Вверх от палубы – это индивидуальный проект, а вниз – стандартная схема. Там все пространство подчиняется главенству пляжного клуба. Из пляжного клуба есть прямой коридор в каюты гостей. Очень хорошо. Да, прекрасно. Знаете, мне очень нравится, как вы подготовили яхту для клиентов, для выставки. Очень хорошо. Вы молодцы. Яхта сделана так, чтобы удовлетворить любые желания гостей. Включая желание поработать, если кто-то захочет. Здесь и правда кто-то работает? Нет. Гости, конечно же, на яхте только отдыхают, а здесь иногда работает только владелец. Очень хорошо. Крыло мостика яхты выдвигается на полметра. Более широкий обзор делает управление 62-метровой яхтой гораздо проще. Пляжный клуб занимает то место, где обычно хранятся вспомогательные суда. Поэтому их прячут под носовой палубой. Там помещаются три катера и четыре скутера, которые можно спустить на воду за 18 минут. Все отлично работает. Даже если надо вывезти вспомогательные суда при скорости ветра в 50 узлов. Нет никаких проблем. Все делается быстро. А теперь посмотрим капитанский мостик. Я люблю рассказывать людям, какие мы ставим продвинутые приборы, как тут все защищено. Ни одну кнопку нельзя нажать случайно или сломать. Все продумано. Да, здесь все хорошо. Иногда бывает, что кто-то облокотится на кнопку гудка, но в остальном здесь полный порядок. Так. Похоже, ваша яхта отлично подготовлена к выставке. Большое спасибо. Ну все, идем. Эта супер-яхта готова принять 28 тысяч гостей, приехавших в Монако. Август 2011 года. Тем временем в Нидерландах подходят к концу работы над тиковой палубой Мейтелла. Вся подготовка происходит на заводах, находящихся далеко от верфи. Сначала палубы проектируют на компьютере. Затем каждую схему распечатывают на бумаге. После утверждения проекта все части выпиливают и разделяют. Сейчас мы создаем диаграмму рассеивания. На ней будут отмечены все линии, а потом размещены все детали, которые будут на яхте. Все переборки, углы, вообще все. Потом мы отправим ее клиенту, он все сверит, внесет пару изменений и отправит назад. Палуба Мейтелла площадью 440 квадратных метров сделана из тика и весит целых 5000 килограммов. Самую трудную работу сделали 10 человек за 6 месяцев. Клиент потребовал применить особую белую замазку. После того, как клиент одобряет проект, мы делаем нужные панели. Затем панели полируют, распиливают на части и перевозят на верфь, где собирают. Мейтелл – яхта чрезвычайно экономичная и экологичная, но владелец потребовал установки таких деталей роскоши, как парная. А занимается обеспечением таких запросов Ян Марк Малинар. Чтобы сделать на яхте парную, надо учитывать очень много особенностей конструкции, надо учитывать пожароопасность парной, ну и все такое. Сама сауна будет расположена под ангаром для вспомогательных плавсредств, где можно поместить часть оборудования. Конструкция яхты была разработана задолго до начала строительства. Все гидродинамические технические схемы были обработаны на верфи с помощью программ трехмерного моделирования. Сегодня мы обсуждаем конструкцию моторного отсека. Думаем, как вместить туда все необходимое. Там не так много места, поэтому приходится устанавливать все оборудование довольно-таки компактно. Самое сложное в нашей задаче это вопрос, как вместить в моторный отсек самые большие компоненты. Мы будем внедрять их туда через так называемые «времянки». «Времянка» — это люк на болтах, который можно снимать и ставить назад без применения сварки. Через «Времянки» устанавливают все крупное оборудование, собираемое вне корабля. Сейчас мы в генераторной. Как видите, здесь стоят три генератора, которые привезли на прошлой неделе. Мы установили генераторы через вот этот временный люк в стене. А это и есть «Времянка», панель, которая закрывает огромный люк. Он сделан именно для установки в корпус крупного оборудования. Четыре месяца до срока сдачи. Тиковая палуба готова к установке. Благодаря тщательной подготовке в мастерских этот процесс займет всего пару недель. Сначала чистят палубу, затем устанавливают тик и заделывают швы. «Все яхты, конечно же, разные. У всех разные формы и размеры. Порой бывает так, что приходится применять дедовские способы работы. Например, зачищать межшовную замазку с помощью резца, ведь иначе никак не получится». И, наконец, палубу доводят вакуумом. Такой метод позволяет удалять все пузырьки воздуха и другие примеси, оставляя только крепкий водонепроницаемый слой эпоксидной смолы. Мы начали применять вакуумный метод совсем недавно. При откачке воздуха атмосфера начинает давить на палубу сверху и снизу. Мы создаем вакуум в 0,8%, а значит, давление на палубу достигает 8 тонн. Так мы устраняем любые искажения в переборках и палубах. Август 2011-го. При площади в 4500 метров верфь «Харлингтон» может начать постройку второй супер-яхты параллельно с 62-метровым «Мейделом». Но это сложная задача. Супер-яхта длиной 92 метра ждет, когда ее пустят на верфь для обновления. Чтобы впустить ее, надо заполнить весь док водой, подтянув и яхту «Мейдел». Проблема в том, что «Мейдел» еще ни разу не плавал. Все зависит от того, сколько будет воды. От ее объема. Хватит ли его. В зависимости от направления ветра, воды будет или больше, или меньше. Порой, чтобы яхта поместилась в док, не хватает всего пары сантиметров. Что-то идет не так. Крепить надо было совсем не так. Если погнется, мы не сможем ее вывести. Однако все делалось в спешке. Что вы хотите? У нас проблема. Кран не был там, где надо, и сейчас мы его перемещаем. Правда, пойдет задержка. Сроки уложимся? Да. 92-метровая яхта встанет на сухую стоянку, и для этого нужна тщательная подготовка. Разделительный шлюз дока будет убран, и «Мейдел» впервые встанет на воду. Но после того, как вода будет откачана, яхта должна оказаться в изначальной позиции. Все интерьеры, проводка, коммуникации измерены, собраны, размещены по своим местам. Если мы что-то сделаем не так, возникнут проблемы со стеновыми панелями и проводкой. Все начнет выгибаться. Подготовка – очень важная часть работы. Когда док снова сушится, лазерные приборы покажут, оказалась ли яхта в точно таком же положении, как раньше. А это очень важно. Когда док будет осушен, 92-метровая яхта обопрется только на бетонной блоке. Бетонные блоки должны быть очень крепкими, ведь они будут держать вес яхты полторы тысячи тонн. Яхту будут держать всего 36 блоков. Можете сами посчитать, какая нагрузка придется на каждый блок. Далее. Команда начинает полуночные маневры. Войдет ли мегаяхта в док, не поцарапавшись? В худшем случае корабль может перевернуться. Надеюсь, этого не случится. Суперяхты. В Харлингене половина первого ночи. И мегаяхта, которой срочно понадобился ремонт, заходит в сухой док. Если судно не пришвартуется за полчаса, команда упустит высокий прилив. Но даже если не упустит, под килим яхты будет всего 37 сантиметров воды, и не забывайте про опасность переворота. Чтобы завести яхту в док, не повредив, нужна высокая точность и слаженность всей команды. Мы начали заводить яхту в полночь, потому что нужен самый высокий прилив, чтобы под килим было достаточно воды для безопасного захода. Сегодня особенная ночь. Мы всегда волнуемся, когда заводим большое судно в док. Док, требуется слаженная и внимательная работа многих людей. Это очень волнительный момент. И не совсем рутинный, ведь мы делаем это всего 3-4 раза в год. Док был аккуратно затоплен, и теперь уровень воды в нем такой же, как снаружи. Мэйдэл, закрытый белым пластиком, отлично держится на плаву. Но прежде чем рядом с ним встанет 92-метровая яхта, массивная дверь, закрывающая док, должна быть снята, не перегрузив при этом кран. Порядок? Да, да. Все по плану? Видимо, не совсем. Времени осталось слишком мало. До захода судна всего час. Мы снимаем дверь заранее, чтобы в течение часа все было готово. А сколько сантиметров останется? Примерно 37-39. Не очень-то много. Этот кран делался специально с расчетом на вес двери, которую надо будет поднять совсем скоро. Но вес двери максимальный для этого крана, поэтому мы всегда волнуемся. Мостик-палуби. У нас еще три каната. Все, можете травить потихоньку. Будем делать все осторожно. У нас уже все готово. Заводите моторы и готовьтесь к заходу в док. Примерно через 45 минут начнем вас заводить. Процедуру можно начинать, как только поднимется гигантская дверь. Маневрирование огромной яхты – очень нервное занятие. Если судно такого размера перевернется, ущерб выльется в миллионы долларов. Надо ждать высшей точки прилива. Это примерно 2 метра приливной волны, которая даст нам лишнюю глубину воды в доке. Яхту заводят в док с помощью канатов, которые сбрасываются с ее борта. Когда яхта зайдет в док, Ян Мартен поставит дверь на место, и мы закрепим судно в нужной позиции. Мы волнуемся, потому что в док заходит судно длиной 92 метра. Оно такое огромное, что пришлось ждать максимальной точки прилива, чтобы его сюда завести. Но даже в этом случае под килем останется расстояние всего 37 сантиметров. Заход гигантской яхты в док – это всегда фантастическое и очень волнительное событие. Но даже после того, как судно зайдет в док, отлив может помешать операции. Пусть сдаст 4 метра назад, Марис, иначе повредится нос. Ты звонил Яну? Да, три раза. Надо спешить, вода уходит. Надо закрывать двери, потому что вода уже уходит. Но перед тем, как вода уйдет окончательно, яхту надо установить в идеально точном положении. В худшем случае корабль может перевернуться. Надеюсь, что этого не случится. Ну что ж, идем. Посмотрим на дверь. Яхта на месте и без повреждений. Теперь можно начинать откачивать воду. Но даже при скорости откачки миллион литров в час на полное осушение уйдут целые сутки. Тем временем, вдалеке от дока продолжается создание пляжного клуба для Мейдела. Идет работа над спортзалом и трамплинами для прыжков в воду. Сейчас мы с вами подходим к пляжному клубу яхты. Это левый борт. Это правый. А вон там нос корабля. Здесь корма. И задние ворота будут в 4-5 метрах отсюда. Здесь будет дайверский склад с полками для хранения бутылок вина, бокалов и дайверского оборудования. Он уже сделан от пола до потолка. Теперь, когда он полностью готов, его можно разбирать и красить. Он будет окрашен в цвет, который выбрал заказчик, а потом доставлен на яхту, где его соберут так же, как разобрали здесь. Такие яхты строят только по индивидуальным проектам. Архитектор учитывал все пожелания будущего владельца. А так как корпус яхты строится одновременно с ее начинкой, все должно быть сделано с точностью до миллиметра. Вся конструкция индивидуальна. Нет ни одной стандартной линии. Все сделано по спецзаказу самого клиента. Декоративные материалы тоже далеки от стандартных. Для интерьеров яхты выбирается самое дорогое дерево. Черное, грецкий орех и красное. Когда все будет аккуратно подогнано, панели покрасят из распылителя. Наш бизнес тем и уникален, что заказчик готов ждать сколько угодно, лишь бы мы все делали качественно. После нанесения краски она будет покрыта как минимум двадцатью восьмью слоями лака. Все должно быть идеально. Правильно. На сто процентов. Заказчик не примет работу низкого качества. Так в нашем бизнесе не бывает. Март 2012. До выхода Мейделла в море остается всего два месяца и благодаря современному подходу к строительству верфь успевает к сроку. В то время как обычные судостроители делают все работы на борту яхты, в нашем случае многие части собираются отдельно. Мы стараемся проводить как можно меньше работ на борту яхты, ведь там не так уж и много места, а на заводе могут одновременно работать и сто человек. Так яхту можно сделать за два года. Что очень быстро для такой большой яхты. Единственная проблема такие массивные части как двигатель яхты надо очень аккуратно переносить на борт. Моторный отсек делается примерно один год. Начиная со стен, прокладки труб и заканчивая пробным запуском. Но наш случай отличает то, что многие части были сделаны полностью в мастерской, например, теплообменник и аварийные насосы. Это моторный отсек средних размеров. Здесь достаточно места для свободного хождения, полностью распрямившись. И к любому оборудованию есть хороший доступ. Два двигателя будут развивать мощность 2500 лошадиных сил каждый, разгоняя яхту до скорости в 16 узлов. Но супер-яхта это не только размер и скорость. Все дело в деталях. Здесь можно увидеть готовые части, покрытые 28 слоями лака. Чтобы сделать такую панель, уходит от 8 до 9 недель, а порой еще больше, в зависимости от того, как сохнет лак. Мы начали постройку яхты в ноябре прошлого года. Наши сотрудники работают очень аккуратно. Они должны носить перчатки, чтобы не было отпечатков пальцев и не повредить лак каким-либо еще образом. Эту кожу мы привозим из Италии. Ее выбрал дизайнер яхты. Он выбирал цвет и сорт. Потом он давал указания по мельчайшим деталям. Какие нитки применять, какие делать строчки, какие должны быть размеры. Мы сделали образцы и когда они были одобрены, приступили к производству. Что сказать, это очень трудоемкий процесс, требующий большого внимания и точности. Мы установили тиковые панели, но оказалось, что между ними были щели примерно в миллиметр. Тогда мы решили все снять и переделать, ведь все должно быть идеально. Апрель 2012-го. и вот спустя 30 месяцев тяжелой работы Мейдэл наконец готов покинуть док. Все ждали этого с нетерпением, ведь это ключевой момент в деле постройки яхты. Именно морские испытания покажут, все ли сделано правильно. Ради этого мы и наши сотрудники работали все эти месяцы и годы. Первый же выход покажет результаты нашего труда. Это великий момент. Только представьте, что все это время она стояла в доке, под тентом, упакованная в пластик. Наши доки очень сильно зависят от приливных вод здесь, в Харлингене. Они выходят прямо в море и разница между приливом и отливом может составлять до 2,5 метров. Мы не можем завести судно в док при отливе, а во время прилива надо успеть, пока уровень воды не начал снижаться. Это волнительный момент для всей команды. Ведь сотрудники вложили в постройку яхты ни много ни мало 259 тысяч человеко-часов. Все работали не выкладая рук. И вот мы видим результат наших трудов за 2,5 года. Я очень горжусь тем, что наблюдаю этот момент. Две рядока открываются. Для Мейделла наступает критический момент. Яхту длиной 62 метра с высотой мачты 11,5 метров и весом 1226 тонн выводят из ее берлоги. Можно начинать. суббота 14 апреля памятный день. Наконец она в море. А теперь надо отвезти ее в сторону. А завтра мы проведем креновые тесты чтобы проверить устойчивость. Надо сделать это первым делом при выходе в море. Далее. Управление Мейделла дает сбой в ходе первого морского испытания. В моторном отсеке было очень жарко. Сейчас Мейделл произведет экстренную остановку по ходу движения. Итак, 3, 2, 1, стоп. Супер-яхты. Супер-яхты. Июнь 2012-го. Капитанский мостик живое сердце яхты. Навигационная, коммуникационная и развлекательная системы управляются с одной панелью. Все уже было собрано на заводе. Перед морскими испытаниями остается только закончить установку оборудования в модуле мостика. Для капитана главное преимущество такой системы в том, что на одной панели есть доступ ко всем функциям. На обычных мостиках для этого ставится много отдельных коробок и выключателей. А у нас все четко обозначено и хорошо видно, какая функция доступна и какая сейчас задействована. Все системы управляются компьютером. Он интегрирован в систему связи, передающую информацию по всему кораблю. Мы можем управлять вентиляцией, видеть уровень топлива, следить за датчиками пожара, управлять двигателями, генераторами и даже направлением движения корабля при помощи только этой панели и программного обеспечения. Это в теории. Но будут ли органы управления работать в открытом море? Команда узнает, когда Мейдейл выйдет на первое морское испытание. Там будут жестко оценивать все аспекты работы судна. Будет испытана работа целой команды. Я готов к испытаниям. Они тоже. Этого момента очень ждали. Все, кто был занят в постройке яхты, приехали, чтобы посмотреть, как покажут себя части, за которые они отвечают. Это очень приятное чувство. Выйти на яхте в море. Там можно увидеть, как работает то, над чем я трудился. Но этот старт был не из лучших. Возникли проблемы с панелью управления всей яхтой. Похоже, носовое подруливающее устройство варахлит. Перед выходом в море обычно принято проверять рули, винты, а также все органы управления. Сейчас мы все устраним и будем готовы к выходу. Проблема не серьезная, но маневрировать будет сложно. Как скоро вы устраните? Мы уже принимаем меры. Надеюсь, вы быстро справитесь и прежняя управляемость вернется. Добро пожаловать на морские испытания. Если какие-то системы не работают, мы сразу переходим к следующим. Мы сразу же начинаем решать проблему, пока остальная команда разбирается с новой. Передний канат готов. спустя два часа корабль наконец выдвигается. Вот. Теперь я чувствую результат нашей работы. Следующие несколько часов покажут, как поведет себя яхта. Это один из лучших дней в судостроении. Когда ты видишь, как корабль выходит в море, а все системы работают именно так, как должны. Май 2012-го. Но работа над суперяхтой не заканчивается с завершением постройки. Поддерживать регулярный контакт с владельцами экипажем так же важно, как сама сборка. Иен выезжает по вызову в Канны. Там надо посмотреть, что случилось с системой охлаждения одной из яхт. Это хорошая возможность встретиться с капитаном, послушать его советы, а также обсудить с главным бортмехаником некоторые улучшения, которые мы разрабатываем. В общем-то, и все. Здравствуйте. Рад новой встрече. Я тоже. Отдать носовой конец. Послушав капитана, Иен отправляется в двигательный отсек. Когда яхта была в тропиках, в системе охлаждения возникли проблемы. Мне сказали, что в моторном отсеке какие-то проблемы с вентиляцией. Да. Когда мы были в Карибском море, у нас возникли небольшие трудности. Когда мы были в Карибском море, где температура воды 28 градусов, а то и 30 градусов, в связи с модификацией системы охлаждения, которая перешла с воды на воздушную циркуляцию, в моторных отсеках очень сильно поднялась температура воздуха, особенно у генераторов. Это, конечно же, негативно сказалось на работе судна. Генераторы стоят в маленьком отсеке, где для их охлаждения было недостаточно прохладного воздуха. Мы придумали систему лучшего распределения прохладного воздуха в тех местах, где нужен его хороший приток. И я обсуждал с капитаном, можно ли сделать нужные изменения прямо на этой яхте. Такие поездки на яхты, разговоры с людьми, которые здесь работают, очень важны для всей нашей компании, а также для технического персонала и поставщиков оборудования. Они должны знать мнение людей, эксплуатирующих наши яхты. Йен собрал всю необходимую информацию и на следующей неделе механики приедут на яхту «Империя», чтобы обновить систему охлаждения. Май 2012. На Мейделе стоит другая конструкция охлаждающей системы. Она важна не только для комфорта, но и для безопасной работы всего судна. Охлаждающая система моторного отсека практически бесшумна. За ее установкой следил Ян Райхард. Сюда надо внести изменения. Трубы должны располагаться плотнее и нужен фланец. Владелец заказал бесшумное кондиционирование, охлаждение моторного отсека и вентиляционную систему. Вентиляция и охлаждение моторного отсека сложная задача, ведь моторный отсек разделен на две части, поэтому в одном отсеке у нас получается две системы. воздушные потоки показывает дымогенератор. Обычные системы вентиляции всасывают и выталкивают много воздуха, охлаждающая мощность нашей системы 220 киловатт. В нее поступает пресная вода, которую генерирует теплообменник. Пресная вода охлаждает радиаторы, а три больших воздухоотвода обеспечивают циркуляцию воздуха. Морские испытания начинаются с теста на выносливость. Мейделл идет со скоростью 16 узлов два часа подряд. Это его максимальная скорость, дающая огромную нагрузку на систему охлаждения двигателей. Перед тем, как отправить судно владельцу, его надо испытать на пределе возможностей. Это испытание подготовит яхту к окончательным тестам. Мы должны быть уверены, что все системы будут работать идеально, когда судно будет принимать сертификационная комиссия, а также сам владелец. Но яхта готова не совсем. В моторном отсеке есть проблема. Сейчас Мейделл произведет экстренную остановку по ходу движения. Вас понял, Мейделл. Спасибо. Три, два, один, стоп. Пока экипаж проводит испытания на мостике, в моторном отсеке растет температура. Испытания на выносливость приходится закончить раньше срока. В систему водяного охлаждения надо внести кое-какие поправки, так что придется испытать ее в другой раз. В моторном отсеке было очень жарко. Возможно, мы решим эту проблему с помощью новой системы циркуляции воздуха, в чем нам помогут наши партнеры, поставляющие такое оборудование. Проблемы в моторном отсеке не означают, что надо прекратить испытания. Вся полученная сегодня информация будет записана, а испытания продолжаются. Пришла очередь якорного механизма. Бросаем якорь. посмотри на главные электропанели. Похоже, там переключатели якорных моторов барахлят. Все на борту яхты подчиняется техническим стандартам. даже уровень шума тщательно замеряют и фиксируют. Спустя шесть часов плавания экипаж возвращается в гавань Харлинген. Мейделл впервые побывал в открытом море. Это был испытательный выход, и теперь у команды есть все данные для отладки судна. мы нашли пару проблем ничего страшного теперь наши сотрудники займутся их устранением и доведением яхты до ума перед отправкой владельцу. Теперь можно спать спокойно зная что все системы работают хорошо. Хоть мы и выявили несколько проблем которые надо устранить мы рады что не заметили ничего особенно страшного. Мы гордимся результатом и узнали как в следующий раз построить корабль еще более высокого качества. Но следующий раз будет нескоро. Яхта возвращается в док где предстоит долгая работа по устранению неполадок. Но Мейдел очень скоро займет почетное место среди жемчужин голландского кораблестроения. Программа озвучена на студии Кириллица текст читал Владислав Букин. Полностью сделанная по модульной технологии. Но как бы ни был эффективен метод некоторые моменты контролировать сложно. Когда температура опускается ниже 13 градусов по Цельсию корпус красить нельзя а это замедляет весь процесс. Как видите яхта полностью закрыта пластиком что необходимо для контроля температуры и влажности. Это очень важно для покраски. Когда температура слишком низкая нам запрещают красить корпус. чтобы построить яхту таким способом уйдет как минимум два с половиной года. Майдел находится в процессе производства уже 22 месяца и до ее первого выхода в море остается еще месяцев восемь. По кораблестроительным меркам это совсем небольшой период а значит всем придется поторопиться. Все работают без остановки. Иногда круглые сутки заказчика здесь будет все что необходимо для дайвинга. Генератор сжатого воздуха кислородные баллоны и дайверское оборудование. А с другой стороны будет спортзал где владелец и его семья могут заниматься спортом. Сейчас мы выходим на носовую часть палубы. По бокам наливные гаражи. Мы готовим их для спасательных катеров, скутеров, лодок и водных мотоциклов. Такие игрушки есть на всех супер-яхтах. С ними жизнь становится куда интереснее. У тех, кто делает яхты супер-яхтами, жизнь тоже полна интересного. Леон Хаас менеджер. супер-яхтами. Супер-яхтами. делало делало его одним из главнейших торговых портов страны. Сегодня он больше известен производством супер-яхт. Одна из его верфей специализируется на модульной сборке. Это инновационный процесс, при котором технически, электронные и внутренние модули создаются вдали от яхты, в отдельных цехах. Если того требует клиент. Итак, вот главный холл яхты. Внизу, как видите, стоит уже готовый пол, собранный на заводе плотниками, а подготовленные стены и потолок как раз сейчас устанавливают. Когда все будет готово, владелец приедет смотреть, все сделано правильно. И если все хорошо, то холл разберут, упакуют и перевезут для установки на яхту. В итоге роскошный интерьер Миделла будет соответствовать всем требованиям заказчика. Здесь у нас так называемый дайверский склад, ведь дайвинг одно из основных хоббитов. Концепция модульной сборки направлена на то, чтобы сделать как можно больше частей яхты отдельно от нее, что сильно повышает качество. Работа в отдельных мастерских повышает качество, и чем меньше людей на борту яхты, тем быстрее она строится. Индивидуально изготавливается только верхняя часть яхты. Все, что находится ниже палубы, стандартизировано, что позволяет начинать создание модулей одновременно с постройкой корпуса и надстроек. Это укорачивает время сборки всей яхты. Одну яхту строят сотни людей, и весь процесс занимает примерно два года. Последняя гордость этой верфи яхта Мэйдэл длиной 62 метра и шириной 11.